Жилищный вопрос всегда является актуальным для населения. Многие мечтают иметь в собственности заветные квадратные метры в новых благоустроенных домах. Те, кто не может себе позволить приобрести крышу над головой, вынуждены снимать квартиру. Наша съемочная группа выясняла, какова стоимость арендного жилья и что в первую очередь должен знать квартиросъемщик. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 120 тысяч тенге в месяц. Можно смело сказать, что это немалая сумма для иногородних студентов, которые получают стипендию в размере 36 тысяч тенге. Ни для кого не секрет, что с начала нового учебного года арендодатели поднимают стоимость съемного жилья, а летом цены упадут до 80-90 тысяч тенге. Однако эксперты отмечают, что в среднем аренда съемных квартир в Ак-Тубе одна из самых дешевых на рынке недвижимости Казахстана. Сейчас на популярном сайте недвижимости цены на съем однокомнатной квартиры в среднем по республике составляют 3200 тенге за квадратный метр. Что касается города Ак-Тубе, то здесь стоимость аренды за 1 квадратный метр 2,5 тысячи тенге. Безусловно, на стоимость жилья влияет наличие поблизости школы, детского сада, поликлиники, развлекательного или торгового центров. Проведенный ремонт, мебель и даже этаж могут увеличить цену на квартиру. На эти аспекты обращают внимание агенты по недвижимости и риэлторы. Специалисты в дальнейшем предлагают свое видение ценовой политики. Даже если арендатор согласен на выдвигаемые хозяином жилья условия, не всегда можно сразу же въехать. У собственников квартир бывают разные условия. Допустим, вы выполнили требования арендодателя, но при этом важно не забыть подписать договор. Этот документ будет как подушка безопасности и защитит права арендатора. В договоре необходимо прописать стоимость жилья. И важно помнить, что владелец квартиры не имеет права поднимать стоимость аренды чаще одного раза в год. Статьей 546 Гражданского кодекса Республики Казахстан предусмотрено, что размер выплаты может изменяться не реже одного раза в год. Поэтому даже при отсутствии договора аренды по закону собственник не может повышать цены более одного раза в год. Договор аренды следует заключать в письменной форме. В случае повышения платы за квартиру арендодатель квартиры должен производиться путем подписания дополнительного соглашения, а не путем простого уведомления арендатора. Это поможет разрешить спорные вопросы в будущем. Если арендатор не согласен на повышение арендной платы и отказывается подписывать дополнительные соглашения, такой вопрос решается судом. В случае обращения в суд важно предварительно проконсультироваться у юриста. Стоимость такой услуги составляет 5000 тенге. На самом деле было много обращений, порядка 60-70 где-то так в этом районе. Многие из этих вопросов решались мирно. До суда, наверное, 2-3 может быть было, кто обращался ко мне, были в судебном порядке. Остальные все решали по соглашению, либо мирным путем, путем переговоров. Бывают случаи, когда люди обращаются, это очень частый случай, когда снимают квартиру и происходит порча имущества. В этих случаях советую составлять акт, акт приема квартиры, акт приема передачи, чтобы это было все прописано. Прописано, в каком состоянии находится имущество, ну и кто в случае порчи имущества будет нести ответственности, в каком размере. Это желательно тоже прописывать в договорных отношениях. В договорных отношениях можно прописывать, когда имеет право собственник появляться или нет, поскольку все-таки это уже является личным, личное имущество может храниться и так далее. Ну и все моменты эти стоит обговаривать заранее, либо в письменных, либо в договорных отношениях. Юрист отмечает, что контролировать стоимость съемных квартир невозможно. Цену вправе устанавливать арендодатель в зависимости от количества комнат, квадратуры, комфорта и расположения жилья.